Девушки отдыхают И самое-самое главное, чего я вообще нигде не видела, это шарик с гирляндой, посмотрите, где гирлянда у нас в шарике, где он? Этот шарик, конечно же, сдуется, но гирлянда, она многоразовая, ее можно использовать в дальнейшем для украшения интерьера, здесь вот так вот выключатель можно выключить, так что очень-очень здорово. В общем, у нас праздник продолжается, я распустила все шары, посмотрите, какая у нас красота. Мам, мне дай сердечко. Какое тебе дать? Сердечко? Нет. Это сердечко. Я хочу вот такое. А, звездочку, на, держи. Танцуй. Ты музыку включи от машинки и танцуй давай. Танцуй. Какое счастье, все-таки, шарики для деток, я сама их обожаю. Давай, танцуй. Марк, танцуй давай. Вот, как здорово, да? Классная машинка? А чья это машинка? Марки. Правильно, это Марка, но ты тоже можешь ездить, вы же делитесь друг с другом, да? Детишки там играются, а я сижу, пью чай с остатком и кандибаром. Я вчера так и не успела на дне рождения практически ничего попробовать. Все бегало, не до этого было. Детенки, какие же вкусные вот эти кейк-попсы. Здесь внутри начинка, как у пирожного картошка. Я обожаю это пирожное. Там есть разные начинки, есть белый бисквит, но я очень люблю именно шоколадный. И дизайн был очень красивый, посмотрите. Я высылала фотографию и сделали все в точности так же, как и на фотографии. Видите, даже вот такие бусинки серебряные все воссоздали. Я прям довольна, невероятно. Детишки, что здесь за бардак? М? Кто тут все разбросал? Алин? Сдулся шарить? Но у нас в зале другие шарики от дня рождения. Девчонки, у нас сегодня такая классная погода, плюсовая температура, тепло. Я не могу в это поверить. Я думаю, за ближайшую неделю-две все растает и будет настоящая весна. Бегу на маникюр, хочу немножко поснимать для вас, потому что в прошлый раз сделала маникюр, вы все спрашивали, какой дизайн в итоге выбрала. Я вам даже не показала. Сейчас нашла красивый фрэнч, необычный. Так что буду делать его. Поснимаю немножко для вас. Сейчас сижу и жду мастера маникюра. У меня такой вопрос, девчонки, а кто-нибудь ходит с детками на маникюр? Потому что Алинка очень со мной просится. Я думаю, если взять ее в следующий раз, пока мне будут делать маникюр, она, например, будет рядышком сидеть и рисовать. Насколько у нее терпения хватит, потому что все-таки это длительный процесс. Думаю, как-нибудь взять ее, посмотреть, как она сможет меня ждать. Здесь так уютненько, так люблю этот салон. Самое-самое сложное для меня это сам процесс маникюра. То есть если я еще даже в домашних условиях могу гель-лак нанести, высушить, и то сложно. В плане того, чтобы аккуратно, ровненько, чтобы ноготочки были в идеальном состоянии, для меня это самое-самое сложное. В прошлый раз я вам не поснимала. Помните, у меня ноготь был сломан, мне его восстановили, не помню, шелком, да, восстанавливали? Шелком. И вот видите, в отличном состоянии. Так что еще с ним похожу. Сейчас будем выравнивать каучуковые базы, для того, чтобы ноготочек более крепкий был. И после этого делать уже покрытие. Заключительные штрихи. Девчонки, бегу домой, посмотрите, какая красота. Такой дизайн необычный. Я прям налюбоваться не могу. И вы представляете, уложились всего в полтора часа. Это снятие, выравнивание ногтевой пластины, покрытие и еще дизайн. За полтора часа это вообще редкость необыкновенная. Кто живет в Винном, мастер Катя в Бьюти Папе. Я, к сожалению, к ней не часто попадаю, но когда удается именно к ней записаться, я прям рада. Очень-очень. Если взглянуть на эту тонну сугробов, можно подумать, что сейчас январь на дворе. Представляете, сколько это все будет таять? Я сейчас в магазине в мясном отделе, девчонки. А самое-самое нормальное, что я беру, вот муж у меня очень любит, вот этот фарш Мираторг говяжий. Остальное, посмотрите, даже вот в такой фарш с виной добавляют различные добавки. Что уже говорить о вот всяких вот таких вот полуфабрикатах? Я сейчас читаю. Е-е-е, какие-то усилители вкуса, ароматизаторы. Нормального вообще ничего купить невозможно. Даже фарш добавляют. Но, слава богу, вот этот фарш хороший достаточно. Здесь в составе только говядина и ничего лишнего. Мираторг из свинины тоже состав свинина. А вот здесь вот, если вы прочитаете фарш, в составе идет свинина, говядина, животный белок, комплексная добавка, регулятор кислотности, антиокислитель, ароматизатор. Вы представляете, даже в фарш добавляют. Поэтому самое-самое нормальное, что можно купить, это фарш и то, не весь. И вот я взяла куриное филе. Все остальное брать страшно. Сейчас везде добавляют добавки, даже в хлеб. Девчонки, так смешно. Посмотрите, в принципе, полезная корзина, кроме пепси мужа. Он обожает эту пепси, которая низкокалорийная, и постоянно просит ее покупать. Что касается вот таких вот стендов с выпечкой, с разными вкусняшками, вы знаете, когда не ешь их, и даже не хочется. Вот я сейчас прохожу, даже ни на что глаз не упадет, вообще не хочется. Я знаю, что у меня есть дома финики, ну и в крайнем случае у меня есть белый шоколад немножечко дома. Девчонки, хотела вам показать, что я сейчас готовлю. Единственное, это не на сегодняшний ужин, а на завтра, потому что сегодня у нас еще брокколи с котлетками куриными есть, которые я делала в духовке. Итак, у нас будет куриное филе, как же я его люблю. Вы знаете, девчонки, из всех видов мяса, куриное филе для меня самое-самое вкусное и самое любимое. Куриное филе необходимо просолить, хорошо смазать чесноком, и залить соевым соусом. Все это у нас промаринуется несколько часов, но где-то часа три как минимум, у меня будет мариноваться всю ночь. Выложу на противень и запеку в духовке. На гарнир можно подать цветную капусту, брокколи, все что угодно. Кто не придерживается прям супер диетического питания, то можете подать любой гарнир. Гречку, макароны, все что угодно. Кстати, спасибо моим подписчикам. Кто-то из вас посоветовал мне в фикс-прайсе купить вот такие вот одноразовые перчатки для готовки, для чего угодно. Я взяла их именно для готовки. Помните, я вам говорила, что вот такой вот светлый маникюр от соевого соуса, от различных приправ он очень быстро пожелтеет. Поэтому для готовки я буду использовать вот эти одноразовые перчатки. Марк, покажи шишку, которую ты себе поставил. Марку Леон, вот не поседа маленький. Девчонки, посмотрите, сколько у нас под диваном игрушек. Я уже устала их оттуда доставать. Детишки играются и вечно игрушки под диваном. Девчонки, хотела вам показать небольшую посылочку, подарочек, который пришла мне от моей подписчицы. Я уже вскрыла, конечно, заранее, не удержалась. Какая же это милота, девчонки! У моей подписчицы есть небольшой магазин в инстаграме, который называется «Подарки без повода». И там вот подобные различные приятности. Например, чай с различными интересными надписями, шоколадки с пожеланиями, мед. Давайте я вам детально покажу. Первое, что мне понравилось, это вот такие вот шоколадки с приятными пожеланиями. Посмотрите, какая милота! Впереди новые совершения. Всегда оставайся оптимистом. Лучшее рядом. Все сбудется. Самое лучшее впереди. Все будет круто. Верь в успех. И ты замечательный. Девчонки, я не знаю, это так мило. Если бы я сейчас работала в офисе, я бы с утра каждому своему любимому коллеге положила бы на рабочий стол подобное пожелание. Мне кажется, такое милое пожелание просто сделает весь день. Вроде мелочь, а как приятно. Следующее, что она мне прислала, это вот такой милейший чай антигрустин. А у нее в магазине я видела разные чаи. Кстати, кофе тоже есть. Я больше люблю чай, чем кофе. Она знает об этом. В составе здесь зеленый чай, кусочки сушеного яблока и клубники, календула, василек и натуральные ароматические масла. Очень хороший состав. Я его вскрыла уже, посмотрела. Он такой разноцветный и нереально ароматный. Вот, видите? Прям уже не терпится заварить себе чайку. Следующее, от чего я просто безума, это вот такой вот термос-кружка, на которой написано «Улыбайся каждый день». Вообще, у него в магазине я видела разные вот такие термосы с различными надписями, но вот эта надпись прям для меня. Я думаю, вы понимаете, почему такое милейшее облачко. Девчонки, ссылку на этот аккаунт в инстаграме я вам обязательно оставлю под видео. Загляните, там очень много разных мелочей. Если вы хотите сделать кому-то приятное, мне кажется, этот магазин идеальный для этого. Как здорово, что у нас дни рождения так друг от друга далеко у детишек. Свои мы не празднуем с мужем, нам как-то свои дни рождения неинтересно праздновать. Девчонки, кстати, очень многие из вас писали, зачем мы вообще празднуем день рождения до 5 лет. Детишки ничего не запоминают. Девочки, мы празднуем ради эмоций. Не так важно, запомнят ли детки это или нет, это все равно приятные эмоции, это встреча с родственниками. Это лишний раз за повод как-то порадоваться. И также детишки очень здорово повеселились. Да, Марк у нас еще совсем маленький, но все равно такая память. Даже на фотографиях на видео он потом в будущем посмотрит, как мы праздновали его первый день рождения. Как здорово, что праздник закончился, и теперь можно вздохнуть спокойно. Я все время зарекаю, что я не буду перед днем рождения как-то нервничать, как-то очень детально готовиться. Все пройдет так, как пройдет. И все равно выходит, что я над каждой деталью переживаю, нервничаю. Следующий день рождения у нас в октябре у Алины, так что теперь где-то ориентировочно до сентября можно вздохнуть спокойно. Девчонки, готовлю ужин, хотела вам показать, что у нас будет. У нас разное питание у всех. Например, муж у меня будет кушать только брокколи и куриное филе, которое я запекла. Какое же оно вкусное. Но самое главное не передержать куриное филе в духовке, иначе будет оно очень сухое. Алиночка у меня попросила макарошки. Я во вкус Вилли покупала. Это зеленая лапша с петрушкой и укропом. Ну, по вкусу немножечко специфическая. Не знаю, будет она есть или нет. А себе я отварила гречки. Очень захотела на завтрак с молоком. И, например, с курочкой тоже будет очень вкусно. Ну и брокколи я тоже себе добавлю. Я обожаю брокколи. Так что, видите, у нас у всех разное питание. Алиночка гречку вообще не ест, не любит. Курица в соевом соусе с чесноком. Просто объедение. Попробуйте как-нибудь приготовить, если не делали такой маринад. Чем вы тут занимаетесь? Играете? Марк, это ты разбрасываешь? Кстати, девчонки, у меня многие спрашивали, как я готовлю брокколи. Я ее готовлю на пару, чаще всего. Иногда с котлетками в духовке запекаю. Но больше всего мне брокколи нравится или на пару, или, знаете, в такой глубокий сотейник, глубокую сковородку ее насыпаю, добавляю чуточку воды и закрываю крышкой. И получается, что она вот так вот парится. Буквально минут 10. Готовность определяйте сами. Кто-то любит очень мягкую брокколи. Я люблю, когда она чуточку хрустит. И вот такой ужин нашей Алиночки. Алин, что ты кушаешь? Расскажи мне. Что еще у тебя здесь? Мясо брокколи. Как, вкусно это все? А что ты больше всего любишь? Расскажи мне. А Марк у нас кушал сейчас гречневую кашу с черносливом. Но я смотрю, он тоже тянется к курице с брокколи. Алин, дай Марку кусочек брокколи. Нет, такой ему большой кусок мяса не нужно. Представляете, Марк попробовал у меня мясо. Вот это куриное сейчас, честно помню. Ему понравилось. На, дай малышу нашему. Ну как, Марк, вкусно? Вкусно? На, на. У мамы забирает. Марк, ты не наелся, что ли? Нет. Представляете, съел пюрешку мяса с брокколи. Пюре я ему делала. Я помоя. Съел кашу и еще просят у нас курицу с брокколи. Посмотрите, дала этому ребенку сушку покушать. Марк, кто такой грязнуля? Весь перемазался. Весь в сушке. А руки-то мне свои покажи. Я тоже хочу сушку. Алин, ты тоже такая грязная будешь, как Марк? Поглядите на его личико чистенькое. Алин, почему он такой грязнуля, а? Оленен. Субтитры сделал DimaTorzok